Друзья, всем привет! Сегодня очень важное видео. Мы пишем книгу и очень нужна ваша помощь для того, чтобы утвердить формат. Дело в том, что я хочу собрать всю свою жизнь, которая у меня была в профессиональном плане, от чертежника до руководителя студии, через фриланс и делегирование, как я прошел этот путь, и рассказать его вам. Потому что очень часто меня спрашивают на мастер-классах, на курсах, и я какими-то отрывками какие-то моменты из жизни вытаскиваю и рассказываю, а потом по этим моментам просто привожу некие правила, некие выводы и принципы, которые у нас возникли, которые мы сейчас используем в студии. Что такое принципы? Ну, принципы – это модели поведения, это система, которая позволила нам двигаться дальше, которую мы считаем универсальной, для того, чтобы она была полезна и для нас, и для наших сотрудников, и для клиентов, и позволяла делать крутые проекты в срок. В общем, есть некие правила, которым стоит следовать, чтобы был успех, чтобы был результат. И вопрос к вам заключается в том, что с редактором мы посоветовались, и у нас возникли две теории, два варианта форматов, и мы не можем определиться, какой будет удобен и более полезен лично для вас. Поэтому давайте я сейчас вам расскажу, а вы тогда уже в комментариях скажете, как вы видите всю эту историю, нужна ли она вам вообще, и если да, то в каком формате. Итак, вариант номер один. Это вариант истории героя, да, когда мы берем некого героя, ну в данном случае уважаемого автора, и я буду рассказывать, как я шел с самого нуля до руководителя студии. И на этом пути я буду отмечать прям каждый момент, и на каждом моменте буду рассказывать жизненные ситуации, и на этом пути какие выводы, какие правила у меня возникли, и почему они возникли. То есть буду рассказывать прям как выводы и аксиомы, вы можете их записывать. Это будет удобно для того, чтобы если вы сейчас начинающий дизайнер, вы прям с самого начала смотрите, как этот путь можно весь пройти, и какие выводы нужно сделать, и какие там в мозгу, может быть, изменения какие-то были у меня, и может быть, это тоже вам будет полезно, потому что вы поймете, какие страхи были у меня, какие проблемы были. И на данном этапе, на котором бы вы не находились, будь вы начинающий, либо будь вы опытный, либо руководитель студии, там будут свои выводы и свои материалы. То есть у нас, к примеру, есть 10 аксиом дизайна, есть 10 принципов работы, есть другие разные форматы, там от 10 до 20 различных правил в разных категориях, которые я просто по всему материалу, по всей книге разбросаю. То есть они не будут в одном месте все сделаны, да, они будут разбросаны, исходя из той стадии, на которой вы находитесь. У нас несколько стадий, от минус 1, когда вы только думаете о том, чтобы стать дизайнером, до 0, когда вы работаете на работе, и потом стадия номер 1 это фрилансер, стадия номер 2 это фрилансер плюс помощники, стадия номер 3 это уже офис вы снимаете, стадия номер 4 системная студия, ну и дальше стадия номер 5 это уже трансформация, уже такая мощная, мы о ней пока не говорим, я до нее еще тоже пока не дошел. В общем, вы сможете проследить все эти вещи, когда вы будете просто читать историю от начала до конца и будете видеть, так, я сейчас на минус 1 стадии, я сейчас на 3 стадии, какие правила и какие принципы мне на данный момент сейчас нужны, которые мне сейчас помогут. Это первый вариант, называется «Это история героя». Второй вариант немножко по-другому сделан, то есть мы сначала берем принципы, мы сначала берем правила, мы их публикуем в отдельные главы именно по правилам, по принципам, по аксиомам, по каким-то закономерностям, то есть это уже будет больше как сборник именно там советов и правил, и чтобы они были не мертвые, чтобы они были живые, к ним мы уже достраиваем некие истории, да, то есть я говорю, что вот важно писать документы вот так-то, да, вот какие проблемы были, почему мы так решили, вот к чему это может привести, если не сделать, и вот история из жизни, которая подтверждает то, что я сейчас сказал. Да, примерно так я рассказываю на мастер-классах. Когда выступаю на сцене, у меня некоторые истории из жизни есть, то есть я говорю, нужна, допустим, визуализация. В чем важно делать визуализацию? Визуализацию важно делать, потому что вы не только показываете клиенту, но и используете ее в портфолио. Вот, поэтому возникает правило, как мы делаем визуализацию, как мы ее презентуем, ну, в общем, есть некие правила, некие алгоритмы, которые можно рассказать и которые можно донести до слушателя. Итак, основных два формата, надеюсь, вы поняли, я их не сильно заумно объяснил. Первый – это путь героя, когда структура основывается на этапах развития человека, то есть вашего развития, на каком бы этапе вы сейчас ни были. И вариант номер два – это именно описание всех принципов и потом уже к ним жизненные истории, истории жизни, которые их подтверждают. Мне кажется, что эти два формата в целом имеют право на жизнь и первый, и второй, но вопрос, насколько они будут более актуальны тем людям, которые это будут все читать. Поэтому вопрос к вам. Вообще, интересна ли вам тема, интересна ли вам моя история, мои принципы и хотели бы вы системно как-то через книгу это все посмотреть, потому что многое я даю на наших курсах, в личных консультациях, в личном коучинге, на наших курсах мы общаемся с людьми, но это все нужно решиться, это достаточно большие вложения. Я хочу сейчас все это дело упаковать в дешевый продукт, массовый, но чтобы вы в любом случае, даже если нет много денег, вы могли это применить, использовать, и тогда уже, если вы это все примените, возможно, вы заработаете больше денег, и будьте мне благодарны, а это самое главное, то, ради чего я работаю, чтобы вы смогли применять и чтобы вы смогли это все использовать. Потому что, когда я начинал, таких материалов, таких учебников, условно, не было, не было такого опыта. Я вот стал сейчас разбирать все свои работы, и я думал, что у меня там больше 10 лет опыта, а на самом деле у меня уже 17, получается, с 2001 года я начал, после первого курса института. Оказывается, 17 лет уже прошло моей практики в этой профессии, поэтому мне очень много чего есть рассказать, поэтому 17 лет будут в этой книге, в этих материалах. Итак, давайте, чтобы не размазывать по тарелке, еще раз, вопрос к вам достаточно конкретный. Как первый вопрос, интересно ли вам вообще в целом эта информация, выкладывать вам какие-то материалы, будете ли вы читать, смотреть, комментировать, если да, то напишите. Да, мне это интересно, будете участвовать, о чем бы вы хотели узнать, какие-то, может быть, вопросы, которые вас наибольше волнуют, я постараюсь их раскрыть. Вопрос номер два, какой формат, формат номер один, это история героя, или это все-таки правила, и под этими правилами уже жизненные ситуации, описание, так, чтобы можно было именно сгруппировано искать по этому материалу. И третий, это не вопрос, а больше просьба к вам, поделитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии, действительно, потому что мне это важно, я и хочу не в стол писать, да, я и так это все рассказываю на конференциях, на выступлениях. Если вам эта тема интересна, поддержите это видео, поддержите его лайками и комментариями, и тогда мне будет гораздо приятнее и интереснее писать. Ну все, начинаем работу, я надеюсь, в скором времени мы все это дело выпустим, и я смогу порадовать вас недорогим, очень недорогим продуктом, книгой, которая будет стоить, наверное, до 1000 рублей, сколько эта книга стоит в хорошей печати, в которой вы сможете перенять весь мой опыт организации, компании и принципов нашей студии, принципов, которые мы используем для того, чтобы добиваться качественных и интересных результатов и получать самое главное, настоящее удовольствие от работы. Спасибо за обратную связь, жду ваших комментариев, до встречи, с вами был Станислав Орехов, увидимся.